В субботу, 1 сентября, в Грайверне пройдет Всероссийский фестиваль народного творчества «Узорный хоровод». На сей раз ситцевый и в лаптях. Он, по мнению экспертов отечественной туриндустрии, стал одним из самых ярких событий и вошел в топ-200 лучших событийных проектов в России с присвоением статуса «Национальное событие-2018». У нас в гостях заместитель начальника управления культуры Грайворонского района, заслуженный работник культуры Российской Федерации Екатерина Алиханова. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему хоровод ситцевый, да еще и в лаптях? Организаторы стараются при проведении каждого фестиваля придумывать какую-то тематику. Вот смотрите, 2015 год – это ситцевый, красивый, поясной, дневной фестиваль. 2016 – это ночной световой, 2017 – это орнаментальный, и вот 2018 – это ситцевый и в лаптях. А скажите, в чем суть узорного хоровода? Как их правильно вводить? Для Грайворонского района узорный хоровод – это очень локальная и очень брендовая такая особенность, потому что Грайворон – хороводная столица Белогорье. Издревле сохранились именно на Грайворонской земле древние хороводы под названием «Кривые танки». И поэтому это для нас изюминка, это для нас гордость, и поэтому эти хороводы, они водятся, люди берутся за руки и водятся кривыми, извилистыми, различными такими узорами. Поэтому вот мы и назвали узорный хоровод. Ну, вы сегодня в таком чудесном костюме, хоровод вводят только в таком облачении? Нет, каждый фестиваль я, естественно, подбираю по тематике костюм. А так как у нас 2018 год – это ситцевый узорный хоровод в лаптях, поэтому на мне ситцевые наряды и ситцевые сувениры, которые вы вот сегодня видите, и, естественно, лопатушки, без которых, ну, никуда. Хотите маленькие, вот, пожалуйста, вы сможете приобрести у нас на фестивале и ситцевые наряды, и, естественно, лапти. То есть необходимое условие для участия в хороводе – обязательно ситцевый наряд, правильно я понимаю? Конечно, да, но мы просим. Понятно, что если нет, мы же примем всех гостей. Я думаю, что неплохая идея и отпраздновать ситцевую свадьбу тем, кто празднует первого года счета. Конечно. Сколько гостей ожидаете в этом году, и сколько волонтеров, которые помогают организовать хоровод? К тому же, интересно, проходят ли они какое-то обучение, может быть, мастер-классы какие-то? У нас работает школа танководников, поэтому там проходят мастер-классы не только волонтеры, которых мы ожидаем около ста, в смысле, которые прошли уже мастер-класс по различным услугам. Естественно, мы и проводим мастер-классы в нашей школе и для скакунов, и для плесунов, то есть это для специалистов хореографического направления, и для музыкантов, гармонистов, и для тех ведущих, которые будут вести эти улицы. А у нас будет улиц 65 в честь Белгородской области. 65-летию аванса мы будем рекламировать, будем прославлять Белгородскую область. 65 улиц, которые со своим названием, это названия событийные, это региональные, это территориальные, это аутэтничные, именные. К примеру, у нас улица Санкт-Петербургская, улица Веретенникова, улица Щурова. То есть вот это очень естественный экскорт и, в общем, начало всего фестиваля начнется с хороводного, нетрадиционного вроде бы парада, но я бы назвала это гуляние. Это хороводное, таночно-вельковое гуляние, где 65 маленьких улиц, они извилистыми такими движениями, таночными движениями, будут продвигаться к центральной площади города Грайварда. Слушайте, я бы провел отдельно, посвятил отдельно несколько минут разъяснению некоторых терминов, слов, которые вы употребляете, потому что и скакуны, и веночные, и чего там только нет. Но, тем не менее, у нас есть подборка архивных кадров, которая раскрывает атмосферу прошедших фестивалей, я предлагаю посмотреть. Играет музыка Субтитры создавал DimaTorzok И сразу захотелось туда. И, тем не менее, возвращаясь к тем самым словам, которые для меня вновь слышать. Кто такие скакуны? Это ведущие танцоры, которые обрамляют улицу в своей улице, в каждой улице. Есть ведущие под названием «Танководники» и «Танководницы». И хлопцы-хазуны, но это сверхведущие. Это как сейчас диджеи на дискотеках. А раньше вот это вот эти люди, которые вели все гуляние. Заводилы. Заводилы, да. И поэтому скакуны – это те, которые заводят. Ну, улица одна, ну вот немножко неживая, и вроде бы он скачет, пляшет перед ними, заигрывает. И, естественно, поддает настроение. Хочу сказать, что 10-минутное участие в хороводе полностью лишает человека отрицательных эмоций. Это уже доказано, научно доказано. Поэтому нужно в хоровод входить, походить. Плохо чувствуете? Зайдите. Вы увидите, какая энергетика, какая мощная будет идти после того, когда вы походите вот в этих улицах. Ну, и прозвучало огромное количество слов, которые имеют в основе слово «танок». Давайте разъясним, что это такое. Танок – это древний вид хоровода, характерный только для Грайворонского района. Аналогов больше вы нигде не услышите. И даже от старожил от бабушек вы в другом районе подойдете и скажете, а как бабушки вы водили танки? Они, естественно, изумлятся и скажут, а у нас не водили, у нас хороводы водили. Может, еще какой-то ширинки водили, там еще что-то такое, какие-то названия другие. Но ни в коем случае, только в Грайворонском районе вы услышите кривой тонок. Это древний вид хоровода, извилистый, лучковый, узорный. То есть это то, что похоже на узор. Во всех источниках узорный хоровод именован как третий, хотя по факту он уже четвертый. И почему же так? Дело в том, что в 2017 году мы выступали с танководниками, выступали только площадкой, отдельной площадкой на международном фестивале «Успенская ярмарка, узорный хоровод». Поэтому мы выезжаем в другие фестивали и выступаем площадкой, как БГТУ Шухова, Русь-Заповедная. Мы там выступаем площадкой. А именно как полноценным фестивалем мы, естественно, проводим в этом году. И он в этом году, в 2018, он у нас, естественно, третий. На вашем фестивале, на ваших фестивалях принято устанавливать рекорды. Самая длинная в мире ленточная коса, самые массовые продолжительных работ. А какие рекорды планируете установить в этом году? Вы правы. Грайворон – рекордсмен рекордов планеты. Мало того, что этот год, 2018, мы наш фестиваль приурачиваем к юбилейным датам, которых очень много. Юбилейные даты Белгородской области разных территорий. И плюс наши. Это 165 лет великому инженеру, уроженцу города Грайворна, это Шухову. 340 лет со дня основания Слободы Грайворон. И 65 лет образования Белгородской области. Все сошлось. И да, и в этом году мы ставим пятый юбилейный рекорд. И что вы думаете? Естественно, мы его посвящаем Шухову. Четырехметровая башня из каркаса будет оплетаться нашими лазоплетельщиками, мастерами, подмастерьями. Они будут делать рекорд, естественно, по высоте, по времени. И внутренний рекорд свой между мастерами будет. Но хочу вам добавить, что регистрировать данный рекорд в этом году будет никто иной, как Александр Бендиков. Это семикратный рекордсмен Гиннесса с города Москвы. Он будет возглавлять наш хороводный парад. И, естественно, мы будем очень рады его видеть. И он будет приветствовать всех участников. И вот такая вот миссия и для него, и для нас очень важная. И давайте пару слов о программе фестиваля этого года. Когда и где начало? Программа. 1 сентября с 10.00 утра у нас на Центральной площади уже будут выставлены ремесленные мастерские мастеров России. С тематическими выставочными экспозициями по лаптям и по сицам. Почему мы не хотим, чтобы вы искали где-то? В одном месте вы сможете подойти и посмотреть, и выбрать, и примерить, и сфотографироваться. А вот с 17.00 уже начало самого праздника. В этом празднике у нас, естественно, парад хороводный. Потом, естественно, сам хоровод. Хоровод всех участников России. После этого хоровода концертная программа лучших коллективов и области, и страны. И однозначно мы изюминку и подарок делаем для наших гостей. Это выступление фольк-группы Ярилов Зной, город Москва. Ну и хотела сказать, что у нас изюминка в хороводе будет четвертой фигуре, семь фигур будет. Мы будем делать огромную шуховскую башню. И плюс финале, финальное, национальное. Там будут выступать иностранцы. Они будут танцевать наши русские. Мы будем повторять их национальные ритмы. И, естественно, в финале все сойдутся национальной культурой в единую. Вот такую красивую, красивый узор, в единое целое. А представители каких стран, собственно, собираются принять? Разных. До 15 там национальностей. Это Игвинея, это Зимбабве, это Ганна, это Китай, это Япония, это Молдавия, это Украинцы, Казахстан, Узбекистан. То есть очень много. И поэтому мы это увидим, услышим, ощутим. И, естественно, мы этот задел делаем, что у нас фестиваль проводится раз в два года. И поэтому через два года мы поднимем статус, статус международный. И начнем прославлять танцевальные, этничные ритмы любой национальности, которые сохранили, хранят и хотят показать на нашей площадке. Спасибо вам большое за отличную беседу. И образовательная она была, и очень яркая, и красочная, и, конечно, познавательная. Мы продолжаем. Спасибо. 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 Спасибо.